В связи с обильными осадками наступила горячая пора у коммунальщиков. Предприятие благоустройства незамедлительно приступило к механизированной и ручной расчистке улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов. В первую очередь мы оцениваем уборку территории города от снега после недавних сильных снегопадов. Выявляем болевые точки. Там, где невозможно применить наши системные подходы, мы используем то, что называется ручной подход. Вот находим варианты решения, пока у нас это получается. Мы проводим обслуживание и очистку дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в течение практически суток. То есть выезжаем в 5 утра и заканчиваем где-то в 7-8 вечера. Проводим работы по вывозу снега. В день вывозим приблизительно около 50 кубометров снега. Также в городе работают 8 единиц техники и около 15 человек. Как отметила Оксана Якушева, основная проблема, которая возникает при очистке улиц и внутридворовых территорий, скопление транспорта припаркованного вдоль дорог. Руководитель предприятия благоустройства обратилась к жителям Наукограда. Стараться, если видят, что сильные снегопады, убирать машины с дорог, стараться ставить на стоянки для транспорта и стараться быть более уважительными к людям, которые работают и очищают дороги. Глава города посмотрел, как справляется новая техника с уборкой дорог и улиц с интенсивным движением автотранспорта. В ходе выездного совещания Иван Савинцев смог оценить эффективность работы мини-погрузчика, который очищал проезжую часть улицы Южная. По губернаторской программе в этом году мы получили новый мини-погрузчик Ант с навесным оборудованием. Мы его используем для расширения улиц от снега. Пока техника работает в нормальном режиме, проводится своевременное техническое обслуживание, ежедневный осмотр техники, чтобы избежать в дальнейшем поломок. Сегодня уборка снега от бордюров расширения дороги. Транспортное средство Ант 1100, выпущенное Ковровским заводом с американским движком и итальянской гидросистемой. Машины ничего, 75 лошадиных сил, дизель стоит хороший, агрегаты, вот снегоуборщик, есть агрегат траншею копать. Олег Козлов отметил, что полученный по программе губернатора мини-погрузчик заметно облегчил труд по расчистке городских дорог и улиц. В план наступившего года по реализации губернаторской программы «Светлый город» были внесены наиболее проблемные территории. Иван Савин со 2 февраля побывал в микрорайоне Д у домов номер 1-4, где в этом году предполагается установить новые элементы освещения. Это одна из, скажем так, наименее освещенных общественных территорий в нашем городе. И именно эту территорию мы внесли в план программы «Светлый город», которая реализуется в этом году. В этом году выполняются проектные работы специализированной профессиональной организацией. Здесь мы планируем в течение 2018 года создать новую систему уличного придомового освещения. Иван Савинцев отметил, что в микрорайоне Д планируется установить около 20 опор с инновационными энергосберегающими элементами. Будет освещена территория, прилегающая к подъездам и проезжая часть. Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, там будут удовлетворены просьбы жителей. Будет модернизированное освещение на детской площадке, соответственно, для мам и детей. А придомовая территория будет освещена по максимуму. В этот раз на выездном совещании глава города вынужден был сделать остановку в зеленой зоне, где неизвестные лица совершили акт вандализма, искорежили новую опору освещения, установленную по программе «Светлый город» в конце 2017 года. Гораздо обиднее для нас, для администрации, для жителей города вот такие случаи вандализма. Они совершенно непонятны, необъяснимы. Мы не можем понять, как же нужно не любить свой город и то, что мы создаем для жителей, чтобы совершать вот такие поступки. Вот эта опора освещения, она по большому счету выведена из строя. Нам не удастся заменить ее в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Этот случай не гарантийный. Поврежденный светильник, который установлен на этой опоре, он продолжает светиться, но корпус у него поврежден и восстановлению не подлежит. Мы его в данный момент поменять не можем, потому что ведутся следственные действия. Было подано заявление в полицию. Как только полиция нам разрешит, мы его тут же демонтируем и установим новый. Испорченную вандалами опору освещения придется менять за счет средств городского бюджета, а это около 30 тысяч рублей. В конце прошлого года мы выполнили программу «Светлый город». В рамках этой программы мы создали, построили систему освещения зеленой зоны. Мы порадовали наших жителей, потому что здесь действительно стало комфортно, удобно, безопасно. Глава города пояснил, что в работе системы освещения в зеленой зоне в январе произошел технический сбой, и несколько элементов вышли из строя. Они демонтированы и отправлены на завод изготовителя для выяснения причин неисправности. Все светильники будут заменены в рамках гарантийных обязательств. Пущинцы нередко рассуждают о том, что в городе недостаточно делается в плане благоустройства. При этом мало кто задумывается, какие средства необходимо тратить на ликвидацию последствий действий вандалов. Завершилось выездное совещание 2 февраля в городском музее экологии и краеведения. Иван Савинцев посетил персональную выставку «Православные мы» фото корреспондента Пущинского информагентства Сергея Воронина. Татьяна Смирнова, Сергей Воронков, Тимофей Акимов, ТВС, Пущино.